на ремонте вот такая стиральная машина lg intel washer модель w d10 130 диагноз какой она включается начинает гудеть работать а не крутится барабан и при проверке оказалось что барабан заклинил и никуда не дергается значит какая ситуация заклинил барабан из-за того что пропустил сальники и заклинили подшипники а ремень или порвался или спал проверяем по сути дела закончится тем что нужно будет разбирать менять подшипники и сальники если не порвался ремень то ремень останется или замена и ремня разбираем и все увидим для того чтобы определиться на задней стороне откручиваем стенку 4 винта и потом нужно согнуть отогнуть чтобы из этих пазов вышло вот так вот просто берем выгибаем и из пазов вытаскиваем и тогда с ним снимаем суть в чем ремень спал просто не порвался он целый барабан я уже с этой стороны приложил усилие оторвал он хотя и тарахтит как слышно на подшипники но крутится это значит что нужно замена подшипников но все остальное в рабочем состоянии ремень в принципе можно не менять но подшипники под замену для этого необходимо сейчас снимаем барабан затем нужно будет снять полностью разобрать и снять бак через верх это значит что все что там сверху тоже нужно разбирать есть полная разборка и располовинивать барабан сейчас будем приступать для того чтобы открутить шкив торцевой ключ на 24 затем берем какое-то приспособление и вставляем в отверстие и упираем в какое-то твердое место тут есть перегородки тонкие а вот есть толстая перегородка вставляем в толстую перегородку мне сейчас тяжело одной рукой снимать но держим держим упираемся и откручивается откручивается плотно но открутить можно откручиваем и снимаем диск для того чтобы снять бак и располовинить приступая к полной разборке сначала снимаем эту верхнюю крышку откручиваем два винта и когда откручиваем второй и тянем ее на себя после того как два открутили вот здесь просто на себя немного показать на себя потянули все теперь она из зацепления вышла и можно добраться до внутренностей в хорошем состоянии стиральная машинка в принципе все части не ржавые хотя хозяин говорит что уже 15 лет но даже внутри нет ржавчины покрыто внутри керамическое покрытие поэтому ржавчина не добралась ну все теперь приступаем к разборке к полной разборке для того чтобы разобрать нужно открутить переднюю панель снять бункер принципе снять утяжелители вот эту тоже часть нужно открутить регулятор уровня датчик уровня воды откручиваем винт откидываем ну и здесь для того чтобы нажимаем вытаскиваем и здесь у нас два винта их откручиваем и тогда можно будет а тут остальные части вот тут на защелках и можно будет переднюю панель снять того как открутили винты здесь вот нажимаем на защелки вынимается для того чтобы переднюю панель снять нужно отсоединить все разъемы в принципе вы можете не бояться что они попутаются потому что они во-первых стоят последовательно но можете в принципе обратить внимание что допустим белый к белому разъему розовый к розовому белый к белому а тут голубой к голубому вы не попутаете даже если захотите поэтому смело можете снимать и потом сможете запросто установить как будем снимать бункер он в принципе уже снимается его просто туда нужно толкнуть и он выдвигается но он держится на трубочках трубки и шланги значит эту шлангу просто вынимаем а здесь ее бункер снимаем вместе с клапанами для этого отсоединяем разъема они тут не попутайте один короче другой длиннее не попутаете а откручиваем здесь два винта откручиваем два винта на вот так вот снимается значит просто толкаем туда там он еще держится на на одном шланге но шланг нужно отсоединить каким образом он тут сбоку как видите есть такая петелька на резинке на шланге петельку снимаем шланг должен отсоединиться поможем если сильно так уж не хочет отсоединяться нужно ему помочь просто столкнуть туда вращают немножко вращаем так чтобы было видно все теперь будет освободился бункер ложим отдельно и у нас появился доступ к барабану мы будем располовинивать эту часть от этого а это значит что вот этот утяжелитель нам будет мешать откручиваем торцевым ключом и в сторонку снимать теперь приступаем к снятию вот этой лицевой панели хочу обратить внимание что не на всех стиральных машинках можно эту всю лицевую панель снять не как в некоторых машинках она насмерть приварена здесь приварены это же снимается это облегчает не нужно вытаскивать барабан через верх если бы она была приварена здесь то тогда барабан через верх вытаскивается тут этого делать не нужно что мы делаем мы сначала снимаем вот эту пластиковую панель потом отсоединим вот этот хобот в резинку защитную круглую и можно лицевую панель снять ну и отсоединим еще замок как отсоединяется вот эта пластиковая защита откручиваем здесь винт и тут такие клипсы нужно вот туда просто на пластик придавливать сверху и снизу как видите вот крючок вот такой крючок когда придавливаете и в принципе то же самое нужно сделать и снизу и она подалась то же самое находится здесь тяжело подается поэтому будут двумя руками но точно так же и тогда панель можно будет снять тоже отсадил я и с этой стороны но тут без вариантов нужно было просто сильнее тянуть как видим здесь две в одну сторону не помогает просто нужно было сильнее тянуть для какой цели мы это сделали здесь вот это верхняя панель держится одним винтом потом вот здесь еще винт и вот здесь винт и потом еще два сверху откручиваем и затем начинаем снимать уплотнительную круглую резинку люка снять вот эту уплотнительную резинку ну тут совсем все просто внизу или бывает так сбоку есть вот такая пружинка ее нужно берем пружинку она натягивает проволоку и вытаскиваем это кольцо все после того как кольцо снято резинка просто снимается и все заходит в паз мы сняли переднюю панель немножко она так вверх поддевается и снимается все средняя панель и у нас есть доступ к к барабану суть в чем нам нужно располовинить открутить вот эти все винты для этого нужно положить его на спину вот на эту поверхность почему потому что пружинки держат эту часть а нам нужно собственно весь этот барабан вытащить вытащить сюда как вы это будете делать уже без разницы но в любом случае нужно снять пружины отсоединить вот эти амортизаторы они собственно держатся на вот таких вставленных фиксаторах сейчас покажу как вот здесь вот такой фиксатор когда вытаскиваете бабушка упирается и немножко нажимаешь и она вот сюда вытаскиваете полностью или сверху тут уже ваше дело собственно нужно будет снять вот этот резиновый шлан резиновую трубу нужно открутить расслабить этот хомут хомут снимается и по сути дела плюс еще за задней стороны там есть соединение электрические соединение можете запомнить в принципе тут разборку начну с того что сниму вот эти утяжелители их в принципе не обязательно снимать но потом с ними таскаться они тяжелые все-таки лучше их снять затем я сниму этот шланг а потом отсоединю электродвигатель ну все по порядку сначала снимаем утяжелители утяжелители сняты теперь я снимаю этот патрубок для этого откручиваю отпускаю хомут после того как хомут снимается здесь есть остаточная вода сейчас подставлю брошу тряпку или подставлю какую-то емкость часть воды от осталось все раз снято то здесь и это это шланг очка может остаться на единственный момент нужно открутить вот этот сифон здесь нужно открутить винт или ослабить этот хомут но тогда можно отломать желательно винт тут открутить и тогда этот сифон тоже снимется и после того как я это сделаю то перейду на съем электрической проводки от двигателя и для снятия отсоединяем вот эти фиксаторы все и просто снимаем фишку здесь с разъема с электродвигателя и снимаем здесь с разъема стена собственно и все а тут в данный момент здесь есть фишка или просто бывает на разъеме но тут фишка и тут тоже снимаем с разъема и все бак нас свободен можем его вынимать же вынимать вот эти вот штуки я вот подстукал до тех пор пока она уперла теперь когда уже уперлась как я и говорил подстукиваем когда упирается в такой бабушечка плоскогубцами придавили дальше выбиваем все после того как здесь свободно выходит можно вручную вытащить все амортизатор можно убрать и теперь остается просто вынимаем барабан сюда вперед и занимаемся уже самим барабаном бак я вытащил но будет мешать электродвигатель откручиваем два болта и он просто туда так вынимается и все и тогда уже приступаем к располовиниванию бака теперь мы пришли до самой части раскрытия бака просто один за другим откручиваем эти винты шаг за шагом откручиваем все по кругу и затем увидим что получится сам суть сама суть процесса находим где можно подцепить бак располовинился снимаем верхнюю часть теперь у нас задача снять барабан для этого нужно его выбить из подшипников освобождаем вал и по сути дела наверное можем легкими постукиваниями сюда в гайку например это сделать можем закрутить ее в обратной с обратной стороны или так или иначе придется стукать и чтоб не забить через что-то стукать по валу но для того чтобы в руках его не держать мы все-таки положим его на барабан на вторую часть бака назад я закрепим и стукнем твердым предметом например алюминиевым молотком выбьем вот он стоит на второй части и теперь легкими постукиваниями он не плотно сидит он уже выбился подозреваем поднимаем вот таким образом все теперь что нужно сделать нужно смотрим все в общем-то не состояние не очень но это нормальное состояние у всех значит меняем сальник но внутренний подшипник еле крутится его выбиваем здесь хотя и выглядит хорошо подшипник но раз мы его меняем значит меня значит тот подшипник отсюда выбивается через вставим проставку и бьем его в ту сторону а для того чтобы выбить этот подшипник с этой стороны поставим на строчку и ударим его и выбьем на ту сторону в общем то вот и весь процесс снятия подшипника выбил хороший наружный подшипник выбиваю внутренний нашел такую проставку и суть в том чтобы потихонечку выбивать как смотрим как он себя там чувствует нормально подшипник подшипник под замену это 206 больше здесь 205 и специально все теперь ожидаем прибытия подшипников и устанавливаем на место в обратной последовательности новый подшипник установлю просто поставил забил молотком потихонечку через проставку хорошо вымыл здесь внутреннюю часть может быть вы видели здесь все грязи было также через проставку забил новый подшипник и сальник на что хотел обратить внимание существует специальная смазка для стиральных машин у нее специфические характеристики она не меняет свои свойства температуры в том числе от высоких температур и нужно туда вот здесь не волну не за сальник а между двумя кромками у сальника есть первая пыльная кромка и кромка основная в этот промежуток нужно заложить эту смазку так они идут и в стандартные есть запасные фирменные сальники которые идут прямо со смазкой вот здесь вот как раз и заложены это на ответ на вопрос а сколько же нужно смазки по сути дела вот сюда просто заложить и прежде чем вы будете устанавливать на вал сюда устанавливать нужно смазать ту часть хорошо куда будет одеваться сальник в принципе все больше никуда смазывать не нужно тоже хорошо вымыть крестовину насосом высокого давления ну и теперь просто попадать и что установили все на свое место и теперь нужно хорошо вычистить резинку и затем даже можно например слегка смазать силиконовой смазкой очень слегка и будем уже соединять две половинки и так все готово к тому чтобы соединять две части я немножко смазал резинку силиконовым маслом ну и для того чтобы вал не выпадал нужно сейчас закрутить гайку поставить шкив и закрутить гайкой он тогда не будет выпадать держаться не очень плотно и закручиваем гайку ну и начинаем совмещаем и всеми теми винтами которые и стояли закручиваем уже теперь барабан бак совмещаем я совместил две части и теперь последовательно закручиваем все винты единственный момент учтите что нельзя закручивать затягивать сразу винты чтобы не перекосить сначала наживляем потом немножко подтягиваем и по кругу потихонечку подтягиваем подтягиваем для того чтобы не перекосить затяжку не было пропускания воды вставляем потихонечку шаг за шагом закручиваем все болты ну что же я протянул все дополнительно винты проверил на этом закончен в общем то ремонт сейчас буду присоединять на место вот сюда ставится электродвигатель сюда и уже затем буду вставлять назад в корпус так производится замена подшипников на баке который является разборным здесь есть винты которые раскручиваются есть неразборные баки где вот это место просто склеивается насмерть тогда нужно разрезать у меня на канале есть видео где я показываю как это нужно делать как разрезать потом как назад собрать такие баки работают дополнительное конечно это усилие и трудности но в принципе это возможно ну а теперь приступаем к обратной сборке собственно тут уже дальше трудностей никаких не будет решил я что не буду я сначала ставить электродвигатель бак был легче и можно было легче повесить на пружины просто я немножко на весу держим чуть-чуть переклоняем для того чтобы переклонил и тогда пружина одевается собственно все что нужно сделать теперь теперь немножко наклоняем бак просто упираем думаю видно да и одеваем уже теперь амортизатор что нужно сделать тут если даже сейчас покажу старая смазка высохла и даже такая повысыпал вот это все старая высохшая смазка из середины амортизатора нужно новую смазку для того чтобы все таки было плавное движение это все можно вытрусить и вставляем и соединяем клипсой сюда ну для начала нужно смазать смазать какой-то обязательно не солидолом это принципиально важно солидол высыхающая смазка смазкой например шрус подойдет смазка которая долго не высыхает ну или другую какую литол может подойти поэтому смотрите что у вас есть под рукой я смазал амортизаторы внутри вставил на место поставил клипсы теперь их туда аккуратно нужно затолкнуть они еще только наживленные до тех пор пока там защелочка не выйдет с той стороны все теперь приступаем к установке электродвигателя он закручивается с той стороны поэтому нужно будет перевернуть в обратную сторону ну и там уже у нас приступаем к подсоединению электрической части с той стороны но пока и нужно установить еще с этой стороны грузы балансировочные утяжелители тоже приступаем к установке устанавливаем грузы и также следующий я поставил на место электродвигатель правда закручивается он с той стороны теперь раз уже здесь то нужно установить патрубок на место и потом патрубок и вот этот расширитель он тут устанавливается как раз после того как патрубок и этот расширитель тоже нужно прикрутить и затем переходим на обратную сторону не забудь подсоединить вот эту трубочку к расширителю зацепить ее эту трубочку тут за клипсу на баке вот клипса чтобы она нормально стояла ну и все с этой стороны все переходим на ту сторону на той стороне подсоединяем сейчас нужно будет поставить сюда утяжелитель и на той стороне подсоединяем электрическую часть а на этой стороне у нас крепление электродвигателя здесь два болта после того как электродвигатель уже прикрутили можем подсоединять фишки электрические контакты значит фишку электродвигателя потом контакт заземления он необязательный но все равно чтоб не телепался здесь заземление прикручивается винтом в данной стиральной машинке на тэне ну и здесь просто подцепляем и все подсоединяем разъем датчика температуры и теперь не забываем что и в этом месте и вот здесь вот в этом было присоединено стяжка что теперь нужно еще сделать ремень одеть как одевается ремень он одевается очень плотно сейчас покажу значит сначала одевается на малый вал а затем сколько можно на большой ну и сильно держим и проворачиваем все эта часть готова теперь переходим к электрической части на панели управления начинаем с того что закручиваем груз утяжелитель ну и затем переходим к бункеру бункер устанавливается вместе с резинками помним что здесь есть такая резиночка которую нужно сначала вставить а потом тут завести и защелкнуть потом устанавливаем на свои посадочные места соединяем эту трубку прикручиваем с той стороны двумя винтами клапаны и подсоединяем и по сути дела все теперь переходим к соединение разъемов к установке передней панели для того чтобы потом не лазить и не цеплять замок сразу прикручиваем замок потом его неудобно устанавливать ищем винты белого цвета не ржавеющие и прикручиваем сам сам замок потом будем уже устанавливать переднюю панель и прикручивать ее нужно чтобы установить лицевую переднюю панель здесь есть такие овальные специальные отверстия которые вешаются сюда на крючке просто нужно совместить попасть и там повесилась ну все теперь два винта здесь и три винта здесь внизу закручиваем и передняя панель уже стоит напоминаю что закручиваем сюда на переднюю панель те винты которые с мелкой резьбой есть вот с крупной резьбой а есть совсем с мелкой сюда 5 штук с мелкой резьбой закручиваем ну как обычно без вопросов чем тут главное не переусердствовать если вы крутите шуруповертом то нужно выставить мощность чтобы не сорвать резьбу ну и все закручиваем того чтобы подсоединить нижнюю панель берем шланг одеваем ее отверстие здесь ее цепляем на место ну и все теперь просто устанавливаем в те клипсы которые там есть они шланг очка аккуратно шланочку нужно пропихнуть на ту сторону чтобы она не попала между корпусом и и панелью ну и все теперь уже полностью она стоит на месте все это мы установили нижнюю крышку а теперь необходимо подсоединить разъемы передней платы управления как вы помните все по цветам в этой машинке все по цветам белый к белому голубой голубом подсоединяем вышло из фокуса не обратил внимание подсоединяем белый белому розовый к розовому принципе здесь никто не сможет запутаться во всяком случае в этой стиральной машинке так если по-другому то тогда нужно было бы промаркировать после того как соединили нижними здесь есть ник нижние фиксаторы нижние нужно попасть в отверстие а уже верхние если все в порядке они там на месте то верхние защелкивается в общем то все вот так и как вы помните здесь есть два отверстия тоже здесь нержавеющие винты вот такие белого цвета и вот здесь два они как раз прикрепят бункер и все в общем то стиральная машинка собрана ставим сам ящик для порошка и уже можем пробовать пробовать можем без верхней крышки для того чтобы контролировать процесс если все нормально тут все закрывается если все нормально тогда уже а да извините я забыл еще поставить резиновую резиновый уплотнитель сейчас покажу как резиновый уплотнитель как помните он фиксируется вот такой хомутом с пружинкой но для начала его нужно поставить на место просто вытягиваем и надеваем туда задеваем запас резиновый уплотнитель просто его туда физически задеваем и так по всей поверхности чтобы он там зафиксировался собственно и все а уже после того как он там зафиксируется самостоятельно его зацепим уже потом хомутом для того чтобы он оттуда не выскочил но он должен туда зайти весь по всей длине проверьте действительно ли он туда зашел это не сложная процедура все полностью уже стоит на месте и теперь там есть такой паз для лучше всего это сделал пружинку поставить не в самом низу здесь иногда бывает протечка и тогда на пружину попадает вода сделайте его немножко в стороне иногда его ставят вот здесь прямо ну без разницы вообще он стоял в самом низу но не очень это практично немножко сдвиньте в сторону тут специального места для него нет но если это вам неудобно возьмите какую-то отвертку и туда его засуньте причем растягивайте прямо на пружине пружина податься растянется установится туда все теперь вот это полностью собранная стиральная машинка закрывается все в порядке по сути дела ремонт закончен теперь мы переходим к тому чтобы сделать полевые испытания но для этого нужно подключить к воде и все можно испытывать вот чем все закончилось я подключил уже дома к воде включил на быструю стирку заливают крутит крутит тихо движение хорошее таким образом закончилась ремонт стиральной машинки lg intel washer на 5 килограмм подписывайтесь на канал увидите как решаются многие бытовые проблемы ремонта и изготовления иногда тупиковых ситуаций но всего вам доброго и думаю что еще увидимся в нашем моем видео